Будем бороться и дальше, заявляют жители 118 дома по улице Красноармейская в Самаре. Ситуация с незаконной стройкой прямо у них во дворе до сих пор не получила своего логического завершения. Суд железнодорожного района отклонил иск городской администрации и инициативных самарцев о сносе двух этажей планируемого многоэтажного дома, построенных незаконно. Застройщики в качестве одного из главных аргументов предоставили заключение негосударственной экспертизы, сделанной в Москве, где говорится, что проект многоквартирного жилого дома соответствует всем нормам, регламентам, градостроительным требованиям. Не рассматривается даже то, что точечная застройка идет на небольшом плачке земли. Экспертизу провели по квартальной застройке. Естественно, коэффициенты получились совсем другие, а не те, которые есть на самом деле. Если у этой стройки даже негде поставить контейнерную площадку, ну а о чем можно говорить? Мы, конечно, будем это обжаловать, мы на пересмотр подойдем. Мы это так не оставим, потому что на нашей стороне должна быть правда. Второй год незаконная стройка соседям покоя не дает. Люди волнуются, выдержат ли инженерные сети многоэтажку. Где будут ставить свои машины жители нового дома, когда и так в маленьком дворике парковок нет. К тому же планируется дом со встроенными нежилыми помещениями. А значит, движение во дворе будет интенсивным, считают самарцем. Земля в собственности у застройщика. Однако разрешение на строительство высотки им никто не давал. Более того, они уверены, местные жители должны только радоваться такому развитию событий. Эта ситуация – это мышиная возня. Мышиная возня вокруг проекта. Новая. Это всегда лучше, чем старая. Новая всегда побеждает старая. Если вы были в том дворе, где происходит стройка, вы видели дом, вы видели бараки. Я опять же называю вещи своими именами. Сами жители 118-го дома свою добротную двухэтажку бараком не считают. И до недавнего времени комфортно жили в тихом дворике. Теперь ситуация не ясна. Решение железнодорожного суда еще не означает, что дом будет построен. 4 июня суд Октябрьского района удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района о запрете незаконной стройки на Красноармейской. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы Александр Хинштейн, который еще минувшей зимой вместе с председателем городской думы Александром Фетисовым встал на защиту самарцев. Только несколько недель назад застройщики все же обратились в городской департамент строительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство дома. Будет ли оно получено, пока неизвестно. А до тех пор стройка заморожена.